К сожалению, не теряет актуальности проблема нетрезвых водителей. Только за прошлые выходные сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 74 водителя в состоянии опьянения. К счастью, ДТП с участием этих автомобилистов обошлись без пострадавших. Подробнее об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии поговорим с прокурором Уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Еленой Васиной. Она сейчас с нами на связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Какая ответственность предусмотрена за управление автомобилем в состоянии опьянения? За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В тех случаях, если водитель выводов для себя не делает, продолжает управлять автомобилем в состоянии опьянения, то он подлежит уголовной ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса. Ну и в случае, когда такой водитель совершает дорожно-транспортное происшествие, то в зависимости от наступивших последствий он подлежит ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность наступает только за управление автомобилем лицом, употребившим спиртные напитки? Уголовный закон признает водителя, находящимся в состоянии опьянения в случае установления факта употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. Кроме того, к лицам, совершившим правонарушение в состоянии опьянения, относят и водители, которые отказываются от прохождения свидетельствования. Какую сумму административного штрафа придется заплатить водителю за управление транспортным средством в состоянии опьянения? За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 12.8, водителю, управляющему транспортным средством в состоянии опьянения, придется заплатить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством. В случае же, если такое лицо управляло автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения, либо водительского удостоверения у него отсутствовало вовсе, то такому лицу назначен будет административный арест от 10 до 15 суток. Какие виды уголовных наказаний предусмотрены за указанные преступления? За совершение преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса, предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных, принудительных работ, либо лишение свободы сроком до 3 лет, при этом с обязательным лишением права управления транспортными средствами. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо смерти, суд может, если оно совершено лицом в состоянии округольного опьянения, суд может назначить наказание от ограничения свободы до 15 лет лишения свободы, опять же, с обязательным лишением водительского удостоверения. Правоохранительные органы региона активно выявляют и пресекают административные правонарушения и преступления в данной стране. Только в прошлом году судами Тюменской области рассмотрено 804 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса. При этом 198 человек повторно осуждены по аналогичной статье, из них 170 к реальному лишению свободы. И уже в текущем году 164 водителя привлечены к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Уважаемые граждане, садясь за руль в состоянии опьянения, помните, что вы подвергаете опасности свою жизнь и жизни окружающих вас людей, а также знайте, что за это предусмотрена уголовная ответственность.